Михаил Валентинович, вы назвали своё сообщение как модельные для микроэволюции. Вывод такой, что микроэволюция невероятно сложна на этом фоне и никакой модельности здесь не получается. Чем больше изучаем, тем получается, что модель рассыпается. Я поэтому, вот если исходить из посыла модельности, то я всё-таки призываю или там хотел бы спросить у вас, а как вы относитесь к тому, чтобы изучать один вид популяции одному вида? Я имею в виду свою самую правую вещь, которая была. Мне так кажется, что модельный вид должен быть такой один огромный, с многими популяциями, надёжно и не на видовом уровне смотреть различия, а на популяционном уровне, для микроэволюции. Спасибо. Нет, ну почти бог, я никаким образом не призываю, я с этого начал отказываться вообще от метода вот этого выделения модельных объектов. Я говорю о другом, что не надо переходить границу возможного. То есть, когда у вас есть некий вид модельный, хорошо изученный, вы можете данные, полученные на этом виде, относительно небольшим риском распространять на другие ситуации, они обязательно видны, на другие ситуации. Но лишь в том случае, если по существенным свойствам, ну скажем, те данные, которые вы получили на крыткой ящерице, нельзя распространять на уголовку пеструшек. Скажите, пожалуйста, а антогенезом этих форм занимались подробнее? Как такие большие морфологические различия достигались при небольших генетических? Ну, антогенезом занимаются, но тут еще интереснее, я же сказал, что вообще вот эти различия, они проявляются очень поздно, они проявляются в позднем антогенезе, то есть примерно, ну где-то рядом с половым созреванием. Ну, видимо, в значительной мере здесь гормональная регуляция. У нас должен был быть доклад, я не знаю, будет он или нет, Смирнов и Штеля, которые как раз тоже занимаются. Получается, да там тоже, ну, вы знаете, это, ну, во-первых, я не хочу их предварять доклад, если он будет, на одно могу сказать, что, видимо, действительно здесь гормональная регуляция играет большую роль, возникают определенные гетерохронии, какие-то кости перестают трански раньше, какие-то перестают расти позже, и вот это, ну, поскольку вообще так мало известно на генетической регуляции роста, в общем, тут что может быть, вот у наших этих вот гормонистов, кто гормонами занимается, у них, сперва, очень обнадежившие такие результаты, вот они сажают форму, такую, ну, нейтральную, что, генерализованную, сажают в воду, куда капают термоидные гормоны, и она действительно приобретает некоторые черты, вот, пероморфных, вернее, даже не так, пероморфные черты приобретались, когда тормозили гормоны, а когда гормоны добавляли, то там свои были прибамбасаны, там не получалось никаких аналогий с природой, но это, конечно, ну, во-первых, естественно, регуляция идет не только за счет переводных гормонов, потом, видимо, там очень тонкий баланс разных гормонов, и вот у меня-то лично, ну, я не специалист по гормональной регуляции, но у меня такое впечатление, что если здесь что и регулируется генетически, то не уровень гормона общий, а восприимчивость, компетентность отдельных, ну, модулей, как теперь принято говорить, отдельных костей, может быть, вот, их чувствительность зависимости от генетической регуляции может повышаться, понижаться. Ну, тут, тут столько возможностей здесь спекуляции, мне даже как-то вот скучно этим заниматься, потому что уж больно много возможностей. Вот две дипотезы опровергнуть, мы смогли, а предложить обоснованную свою мы не можем, мы вместо этого можем предложить целый флок отец.